доброго времени суток мои дорогие зрители и подписчики с вами канал автора надежда мне очень хочется сделать видео крик души посмотреть что творится в душе мужчине конечно же это будет адресовано вам крик души его о вас и решила взять таро стая ворон или таро ворон смерти по разному эту колоду переводят кстати как вы переводите данную колоду если вы с ней знакомы я сейчас достану коробочку и покажу вот она коробка как по вашему мнению как будет более правильно перевести ее название потому что сети много разногласий и конкретного мнения четко сформированного я не увидела как свое время было с повседневным таро ведьмы и повседневная ведьма и как только не называли но в итоге повседневная таро ведьмы обрело свое название колода данная колода пока еще находится в разногласиях по поводу своего названия начинаем конечно же сигнификации что происходит на данный момент в отношениях на данный момент сложный выбор выбор который уже покалечил обоих партнеров танком здесь ваши отношения прошлись и по вам и потому человеку которого вы загадываете женщина здесь в больших сожалениях потому что много из ее иллюзий разрушили разу разрушилась и это привело ее в ощущение жертвы мной пользовались тратили мое время много обещали ничего не дали и сейчас здесь идет такой знаете вот разбора файлов вот буквально по полочкам до что было сделано правильно что было сделано неправильно анализ который здесь проводит женщина в своем собственном сознании мужчина здесь кстати тоже я не вижу его здесь спокойным потому что здесь рвет и мечет здесь считает что вы с ним поступаете абсолютно несправедливо что вы в нем видите какого-то монстра какого-то дьявола ну и конечно же это его не устраивает абсолютно он никак не желал и никак не чувствовал что в свое время окажется для вас таким человеком который сломал вашу жизнь разрушил вас изнутри или поставил вас в состоянии жертвы заставил вас ощущать какие-то страдания если смотреть так уж честно и откровенно то мужчина даже злится на то что вы считаете именно его причиной ваших каких-то здесь потерь каких-то неудач вот эта позиция что это из-за тебя на если я тебя не встретила в моей жизни все было бы хорошо которая женщина может транслировать да вот такое вот состояние мужчине абсолютно чуждо что еще здесь у мужчины настроение здесь у мужчины дурное настроение когда он в лучшем случае просто не отвечает за свои мысли а то и за поступки здесь в принципе показан человек который очень любит мечтать очень романтизирует все то что ему нравится и вот на этом фоне он готов много говорить он готов много обещать он готов строить огромные такие воздушные замки но это находясь вот своем но если хотите в таком ресурсном состоянии когда ему здесь и сейчас классно когда он чувствует себя прекрасно и чудесно с данной конкретной женщины ну и конечно же такой женщине он готов говорить все что угодно и он сам в это верит вот в тот момент в то состояние в том своем состоянии когда он вам что-то говорил такое грандиозное чего вы никогда не слышали от других мужчин что-то обещал невероятное здесь хочется очень обратить на ваше внимание на то что именно в тот момент он не врал ни вам не себе да он не отдавал себе отчета что это его иллюзия в том числе что это его романтизм и что это ну вот буквально как в состоянии какой-то дурманенности когда человек делает все что он хочет а это моменте расслабления или как мы с вами делаем тему что у трезвого на уме то у пьяного на языке тоже вот снимаются какие-то внутренние ограничители и дают возможность человеку человек имеет возможность говорить все то что ему хочется все то что он с удовольствием сделал бы в тот момент в котором все это было озвучено но в итоге видите вот такая вот святая вера в какую-то иллюзию в то что все будет хорошо однажды для мужчины повернулась совсем другим боком вот почему здесь и дурное настроение у человека потому что он ну никак не хотел быть в роли и никак не ожидал такого что он будет причастным каким-то негативным воспоминаниям в вашем жизни каким-то событиям которые произошли в вашей жизни конечно здесь он будет ругаться он будет возмущаться он будет все отрицать потому что в моменты счастья конечно здесь все было хорошо и все по правде на самом-то деле что еще у нас мужчина 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 считает что в будущем все равно вы увидите кто в этой ситуации все-таки был прав время расставит все на свои места все будет так как должно быть и вы действительно поймете и его истинные намерения в тот момент и вы действительно поймете почему так случилось и вплоть до того что здесь мужчина свято верит в то что в будущем вы поймете что он не враг вам и что он не виноват банально не виноват в том что произошло так сложились обстоятельства я думаю так мужчина в данный момент нам скажет вот но тем не менее здесь видите отсчет никого времени пошел до того момента когда жизнь все расставит так как это должно быть и справедливость восторжествует давайте посмотрим какую справедливость здесь мужчина хотел бы сделать явно и что она восторжествовала ну что он мужчина что он мужчина он настоящий он действительно все хотел по серьезному он действительно вот как изначально до карты показываю что это все из души было это от перегрева эмоции да вот от перегрева тех чувств которые были у вас вот у химии которая зародилась мерь между вами и что он действительно не хотел сделать вам больно и еще какая правда здесь он хотел бы восторжествовать чтобы вы тоже поняли какую боль со своей стороны вы доставили ему потому что здесь карта туз мечей об определенных моментах я думаю мужчина до сих пор умалчивает что именно вы перевернули в его жизни что именно вот именно по вашей причине в его жизни пошло не так как он хотел а вы явились этим негативным фактором из-за которого что-то пошло не так или что-то может быть вообще слетела до выключилась из какой-то сферы его жизни поэтому здесь мужчина не особо не торопится здесь развенчать какой-то миф мужчина говорит там со временем все будет ясно все будет понятно и все она увидит давайте уже потихонечку тогда будем смотреть крик его души потому что именно в этой ситуации здесь определенно есть что сказать сейчас мужчине именно вам крик его души что у него болит что заставляет его душе внутренне действительно перейти на крик дьявол мужчина запутался мужчина здесь главным образом мы тоже должны понимать что он проходит кармический урок и он не понимает куда ему сейчас двигаться он сейчас вот на самом каком-то знаете вот пике и хочется сказать ну давай уже сделай шаг и ты приблизишься к разрешению своей ситуации до прохождению своего урока но его больше всего волнует сама ситуация откуда это все взялось кстати его метаморфозы с изменениями чтобы ласковый стал грубый говорил о любви сейчас говорит что он ненавидит обещал звезду с неба достать а сейчас говорит там совсем иное я думаю каждый из вас знает что и мужчина говорит или говорил в недавнем прошлом если вы уже расстались все дело в том что человек встретился с вами не просто так вы явились той женщиной которая должна была прийти в его жизнь чтобы он прошел тот самый свой кармический урок и заходя в этот урок чтобы его пройти люди определенно меняются вспомните себя особенно те которые уже прошли определенные кармические уроки и вспомните себя до и после только там девочкой девушка женщины которые вы были на момент вхождения и той которой вы стали после прохождения урока это же две разные личности пусть внешне это одно и то же или практически одно и то же да но внутреннее наполнение совсем другое так здесь случилось и у вашего мужчине вы помогли ему переродиться вы помогли ему трансформироваться или приблизиться к этому перерождению изменению чтобы он мог проходить свой урок а он так этому не был готов он сопротивлялся он заходил ваши отношения получить все самое хорошее получить эмоции и он причем знал как это сделать как этому как этого давиться но может быть действительно попадались такие женщины которые готовы были верить на слово которым было достаточно что он пообещал на я вам столько уже наобещала вам все мало вот вывод в такой вот роли до что вы перестали уже верить обещание вы перестали ждать а видимо кто-то ждал и не совсем так уж прошелся танком по чувствам по душе мужчине вы явились тем самым танком да вы тоже здесь пострадали видите здесь отношения изначально показывают что здесь пострадавших не один в этой паре здесь пострадавших двое то есть вам досталось но поверьте вашему мужчине тоже достало я думаю будет доставаться потому что он застопорился забуксовал в прохождении своего урок шел с одними намерениями и какого и каково же было разочарование что все идет совсем по иному сценарию нежели это было когда-то еще его крик души здесь и внутренний конфликт тоже очень замешан давайте мы его разберем все его планы пасы все его планы даже видите моя декорация здесь слетела давайте поставим сердце все его планы пошли кувырком все его планы пошли под нож потому что здесь мужчина свято верил в свои силы свято верил в самого себя все получится а тут раз и неудача за неудачей здесь провал за провалом и конечно человек некогда который готов был заручиться за свой успех готов был голову не знаю на течение на течение дать что у меня то уж точно получится я это делал делал неоднократно и все получалось а тут раз и сбой раз и сбой и раз за разом это повторялось потому что сейчас он вообще не выглядит победителем да он сейчас выглядит здесь таким вот мудрецом который думает 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 но он не может найти состыковку то есть вот пазл который перед ним лежит он вообще никак не складывается вот он и внутренний конфликт то есть вы ему еще сейчас подбросили пару лишних комплексов с которыми ему потом придется проживать и разбираться либо смириться либо как-то с ними бороться вот он еще и внутренний конфликт то здесь полная неразбериха в душе мужчины да и с одной стороны он виноват что вам плохо а он этого не хотел а с другой стороны и вы как будто бы явились той черной кошкой которая побежала перебежала или перебежала там его жизнь поперек и все а вот пошла какая-то чехарда событий которые называются неудачи не получается все сломалось все пошло не то еще его крик душе о вас он точно знает что вы переболеете и у вас здесь все будет хорошо но про себя то он теперь так не уверен он реально понимает что вы после того что было пройдено вы станете сильнее вы сделали похоже уже правильные выводы и возможно вы о этих выводах ему уже и сказали но то что в вашей жизни будет подъем он в этом более чем уверен и в противоположную сторону а у меня ничего скорее всего не будет потому что много того примеров как все что раньше получалось хорошо перестало получаться и он теперь потерял веру в себя он потерял веру в свой собственный успех видите два человека которые когда-то вместе там дышали одним воздухом там там засыпали просыпались в одной постели там или они часами напролет болтали по телефону там переписывались и когда казалось что вот оно да вот некое счастье и вдруг случился надлом и один человек выбирается после этого кораблекрушения на сушу а второй так и продолжается барахтаться берега то не видно и выберюсь или не выберу здесь большой большой вопрос вообще у мужчины здесь довольно таки пессимистическая настроенность на то что все у него будет хорошо сегодня что все у него получится он уже в это не верит были прецеденты которые помогли ему в этом убедиться что оказывается жизнь такая штука что то даже то что ты можешь делать хорошо это не всегда срабатывает но здесь конечно мужчина скажет это что-то нереальное это сюр какой-то это магия потому что здесь дьявол с магом рядом лежит да такая вот какая-то чернуха да кто-то проклял может быть вас он обвиняет в том числе карта здесь в вашу сторону идут негативные такие очень воинственной пятерка мечей которые у нас всегда говорит это подлость какой-то предатель до первого победа это рыцарь мечей который вообще такой отморозок полный ну не обижайте да за трактовку такую вольную как но это по сути это человек который загорелся какой-то идеи вот у него есть мысль голове и ему все равно он несется он не смотрит под ноги он эти мечом машет и все вокруг может пофиксить ему абсолютно нет никакого дела вот какая здесь энергетика у мужчины и если мы смотрим его настрой на вас до куча проблем своих собственных которые он сейчас связывает что с ну с одной вашей личностью либо сразу после вас либо вы его предупредили и потом случилось а если вы его предупредили и это произошло это проще всего сказать что это магия не все люди склонны согласиться тем что это мой кармический урок я должна пройти этом или я должен пройти эту проблему это магия меня прокляли хотя я не исключаю здесь и магического какого-то воздействия вот не исключаю вот именно в данной постановке расклада да здесь тоже может быть но я смотрю просто как человек который здесь не привязывается глубоко к эзотерике просто берет то что я считывался на информационного поля да здесь проще сказать что это мне сделали какая-то неудача и и видимо это надолго потому что улучшение здесь мужчина даже не предполагает пока в ближайшее время он понимает что здесь на все нужно время и знаете вы что у меня сейчас мелькнуло в голове он же время дает на то что все расставить расставиться по мечту по местам и сейчас он понимает что для его реабилитации восстановления это быстро не получится время они связывает ли он это с тем что время пройдет и не знаю как проклятие может быть слетит вот вот почему то такое здесь не проклятие слетит здесь для мужчины время действительно поможет все распорядить так как нужно и виде как скакануть и здесь я из девятки мечей в девятку кубков до из полного безобразия из нервов из бессонных ночей из страхов в абсолютное спокойствие и исполнение желаний где-то в глубине души да вот и в крики своей души мужчина все-таки верит в то что со временем вернется его удача вернется все то что у него было а сейчас вот то ли рок какой-то да то ли вот кривой такой вот поворот сюжета где-то оступился шаг за шагом сейчас мужчина реально понимает что ему надо остановиться и не принимать сейчас каких-то конкретных решений до каких-то кардинальных решений надо просто остановиться и подождать кто-то будет запивать свое горе алкоголем кто-то здесь будет погружаться и в медитации в том числе кто-то здесь может там флир да вот просто флирт налево-направо но такой здесь больше почему-то кажется найти такой вот виртуальный вот не не поднимая задницу с дивана кто-то здесь но я не знаю на успокоительные подсядет потому что время то нужно выждать а эмоции бушуют и чтобы не снова включаться в эти эмоции нужно как-то себя отвлекать вот отвлекать этот мужчина будет каждый в силу своего развития каждый в силу своего какого-то сознания уровня сознания будет пытаться перейти или переключиться на совсем иной уровень вот девочки вот такой крик души я очень надеюсь что вам понравилось я очень надеюсь что вы поставите лайки вы напишите про перевод колоды потому что действительно хочется мне правильным языком назвать и и конечно же это крик души а вот здесь вот его пьяный разговор к вам что он хочет сказать в пьяном состоянии до встречи у новых видео и приятного просмотра пока пока